Они не прошли аттестацию, впрочем, со своими должностями прощаться не слишком спешат. Бывшие милиционеры Хмельницкого, которые провалили отбор, а таких более трехсот, подают заявление в апелляционный суд и адресуют их аттестационной комиссии Главного управления национальной полиции. Требуют экс-правоохранители признать недействительными решения, а, так сказать, их профессиональной непригодности и отменить его. В частности, Хмельницкий окружной административный суд 17 февраля уже открыл два таких административных производства. Вслед за ними 22 февраля было зарегистрировано в апелляционном суде Хмельницка еще одно аналогичное заявление. Неожиданно для многих местных жителей и самих правоохранителей не прошли аттестацию и некоторые руководители. Среди них за восстановление на свои должности собираются судиться уже бывшие заместитель начальника следственного отдела Сергей Ткач, заместитель начальника областной полиции Сергей Мельник и экс-начальник Хмельницкого городского отдела полиции Валерий Анисьев. Почему так произошло, рассказывают сами коллеги последнего. Говорят, мол, главному полицейскому Хмельницка указали на дверь не из-за некомпетентности или взяточничества, а из-за личной непризни одного из членов аттестационной комиссии. Мы стараемся быть в стороне всех этих событий. Никаких, конечно, пикетов не станем устраивать, но просто хотелось бы знать, почему и по каким причинам, на каких основаниях увольняют. Если действительно там есть коррупция, если действительно работники-взяточники, то чтобы эти факты были раскрыты и об этом знали все. Если таких фактов нет, то наверняка должны быть какие-то другие объяснения. Судить объективность действий членов аттестационной комиссии довольно сложно, особенно учитывая закрытость данной процедуры. Поэтому, чтобы подобных вопросов не возникало, члены аттестационной комиссии полиции, например, Валыни, пришли к начальнику местной полиции Петру Шпиги и к руководителю национальной полиции Хатиди Канаидзе с просьбой обеспечить больше открытости результатов аттестации. В приказе, которым руководствуются работники при проведении аттестации, есть возможность, и мы, собственно, предлагаем обнародовать результаты на сайт, чтобы общество видело, что происходит, а второй, чтобы соответствующую норму было более чётко прописано в инструкции. Что интересно, в начале переаттестации уверяли, что отбор будет очень прозрачным и председатель национальной полиции. Также Хатиди Канаидзе отмечала, что членами аттестационной комиссии могут стать все, кому не безразлично будущее Украины. Именно эти люди, убеждала руководительница нацполиции, могут обеспечить честность жесткого аттестационного отбора. Пожалуйста, идите к нам, занимайтесь процессом. Мы открыты и мы сотрудничаем. Опять повторяю, что самый главный метод борьбы против коррупции является открытость и прозрачность. Но даже такая открытость, как оказалось, не смогла обеспечить полной прозрачности. Не все украинцы готовы принять такие кардинальные изменения. Слишком много людей почти в один день потеряли работу. В МВД это понимают, но убеждены, что только так можно искоренить старую гнилую систему коррупции в правоохранительных органах. Комиссия выгоняет людей, которые много лет занимались там профессиональным. У них очень хорошие профессиональные навыки, что они являются хорошими людьми, что как бы после этого, как они оставят ряды полиции, все пропадет. Я хочу вас уверять, что ничего не пропадет. Итак, мнения разделились на два. Есть те, кто поддерживает полное обновление штата, но и многие против массовых увольнений правоохранителей с опытом. В частности, дискуссии за и против не раз были в студии телеканала ЧПИНФО. Мне кажется, что среди тех, которые не прошли переаттестацию, большой процент людей, которые ничем не хуже, а может даже лучше и опытнее тех, которые сейчас служат в национальной полиции. Я не согласен исключительно из того обстоятельства, что тогда не совсем понятно, зачем была эта переаттестация. То есть если мы считаем, что переаттестация сделана для того, чтобы отобрать людей, которые годны к службе, и именно основной задачей переаттестации является отобрать таких людей, тогда получается, что всё это – большой спектакль, устроенный для людей. Сами же полицейские, которые не прошли аттестацию, как видим, начали оспаривать эти решения. Говорят, выполняли свою работу хорошо и не понимают, по каким причинам должны идти с должностей. Но есть весомый контраргумент. Даже во время масштабных изменений в системе немалодействующих правоохранителей продолжают дискредитировать как и себя, так и ведомство в целом. В Кривом Роге полицейского подполковника задержали на взятки. Милиционер требовал от задержанного 130 тысяч гривен, чтобы не открывать уголовное производство. В Одессе задержали инспектора полиции. Женщина торговала наркотиками. Как выяснилось, сотрудница полиции сама наркозависимая и систематически находилась на службе под действием наркотиков, сообщили в СБУ. И похожие сообщения появляются почти каждый день. После таких фактов достаточно сложно говорить о том, что методы руководителей новой полиции слишком жесткие. Но то, что под одну гребенку попали и ни в чем не виновны полицейские, также не исключение. Впрочем, насколько они не виновны, получается, после заявлений на апелляцию придется решать все-таки судьям. Мне кажется, что национальная полиция, которая будет ответчиком по этому делу, она имеет достаточно аргументов, основанных на законодательстве, которые могут опровергать любые замечания со стороны тех лиц, которые не прошли аттестацию. Первое решение судебное, которое вступит в законную силу и в котором будет установлено, что тот или иной полицейский успешно обжаловал результаты аттестации. Оно станет своего рода примером и прецедентом для подобных дел, и другие полицейские, которые не прошли переаттестацию, они будут копировать те аргументы, которые там указаны, и пытаться по принципу аналогии добиться выгодного для себя решения в суде. Поэтому первые несколько дел очень важны. Они будут, так бы мог, и копировать те аргументы, которые там зазначены, и пытаться за принципом аналогии добиться выгодного для себя решения в суде. Поэтому очень важным есть первые несколько справ.